Слово предоставляется Чопи Алисею, Рабочая партия России. Здравствуйте, товарищи! Прежде всего хочу сказать спасибо организаторам митинга за предоставленное слово. Сказать спасибо всем вам, что поддержали это мероприятие. Почти три десятка лет назад произошло преступление, которое даже нынешний президент в России Путин назвал катастрофой 20 века. И мне много приходилось с кем обсуждать этот вопрос. Мне приходилось обсуждать это с представителями как минимум пяти республик бывшего СССР. И я ни разу не встречал никого, кто бы положительно относился к этому преступному решению о верховенстве законов России над законами СССР, означающие фактически уничтожение СССР. Я не встречал ни одного человека, который хоть как-то пытался оправдать это событие преступное, хотя бы как вынужденную необходимость в тех сложившихся ситуациях в то время. Но такие люди на самом деле есть. И эти люди сегодня празднуют этот день, они называют его праздником. Но что же это за люди такие? Кому это на самом деле было выгодно разваливать огромную и великую страну? Ведь на самом деле это же, на первый взгляд, полнейшая глупость разваливать величайшее государство. Я хотел бы процитировать слова Ленина, что люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Я хотел бы взглянуть на это событие именно с точки зрения классовой борьбы. Ведь в конце 80-х, в начале 90-х полным ходом наступала контрреволюция и реставрация капитализма. Капитализм – это товарное производство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром, а товары поступают при капитализме через рынок. Следовательно, вновь народившийся класс буржуазии во времена перестройки 80-х годов нуждался в рынке труда, в удешевлении рабочей силы. И с развалом Советского Союза некогда граждане одной большой великой страны в один момент превратились в трудовой ресурс. А наши братья по классу, рабочие из соседних государств, превратились в гастарбайтеров в Россию и в дешевую рабочую силу из более мелких республик уже бывшего СССР. Таким образом, мы видим, кому это было выгодно. Мы видим, для кого этот день стал сегодня праздником. Это реакционный класс буржуазии. Они пытаются заставить нас тоже отмечать этот день, подменив суть, назвав его Днем России. Ну, это день скорби по СССР на самом деле. Что же обеспечивает власть буржуазии в наше время сейчас? Это то, что буржуазия, она осознает себя как власть, она организована, она осуществляет свою диктатуру как посредством правительства, так и открыто на своих предприятиях, нарушая свои же собственные буржуазные законы. Это особенно видно в последнее время. Пенсионная реформа, отмена льгот, сокращение, снижение уровня реального содержания заработной платы, рост цен на все. Вместо трудовых договоров нам подсовывают контракты и договоры подряда, которые не гарантируют никаких прав по трудовому законодательству. И это будет продолжаться, и положение класса трудящихся будет только ухушаться с каждым годом. Пока рабочие не осознают себя как власть, не организуются в борьбе за свои интересы, запасовочные комитеты, профсоюзы, советы, наконец, пока не воссоздадут советскую власть, положение рабочего класса будет только ухудшаться. Я призываю всех организовываться, не сдаваться, и только так мы сможем противостоять буржуазии. Воссоздать советскую власть, воссоздать Советский Союз. Наша партия, рабочая партия России, призывает к организации в борьбе за свои интересы. Да здравствует будущий новый Советский Союз. Спасибо. Спасибо, Алексей. Если вы не бывали в Сверхловске, приглашаем вас, гости ждем. Мы по городу нашему месту красотой и любовью пройдем. Спасибо. Спасибо.